Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня я расскажу о Ларисе Андерсен, поэтессе русского зарубежья. Её ещё называют «танцующая поэтесса», поскольку она была прекрасной танцовщицей. Лариса Андерсен является одной из ярких поэтесс русского зарубежья, а через месяц, 25 февраля 2021 года, ей исполняется 110 лет со дня рождения. Лариса Николаевна Андерсен родилась 25 февраля 1911 года Хабаровски, семья офицера Николая Михайловича Андерсен, корнями из Швеции, и Евгении Иосифовны, дочери обрусевшего польского помещика Кондраковского. В октябре 1922 года Лариса Николаевна Андерсен вместе с семьёй навсегда оставила Россию, покидала Россию семья Андерсен с сибирской флотилией под командованием адмирала Старка. С этой же флотилией, состоящей из 30 кораблей, ушло в неизвестность более 100 тысяч россиян, многие из них в дальнейшем осели сначала в Харбине, Шанхае, Гонконге, а в 50-е и 60-е годы русские разъезжались во всему миру. С этой же флотилией уходил из России 19-летний гардемарин Арсений Иосифович Савицкий, который стал в Брисбане иконописцем, о котором в 2018 году в Австралии вышла моя книга «Гардемарин с чужой судьбой». 12 декабря 2020 года в литературно-музыкальном салоне «Австралийская лампада» мы провели презентацию книги человека, который более 60 лет прожил в Брисбане. Это книга Игоря Лапзина. Его отец Борис Мартимьянович Лапзин также ушел с сибирской флотилией, на той же флотилии, на которой уходили в 1922 году. И Савицкий, и в том числе и Лариса Андерсон. Оставляя Россию в 11-летнем возрасте, Лариса верила, что отплывает от родного берега Владивостока на долгое время, но судьба распорядилась иначе. Россию она больше не увидела. Семья будущей поэтессы поселилась в Храбине. Как и многие другие русские беженцы, семья Андерсон испытывала трудности. Первое время жили в подвале. Со временем отец Ларисы получил место в управлении китайской восточной железной дороги, и семья переехала из подвала в маленький домик на Садовой улице. Три любимых занятия были у Ларисы. Это балет, поэзия и рисование. Лариса расписывала конфетные коробки, писала портреты американских актеров. Это приносило незначительный доход. Она понимала, что заниматься одновременно рисованием, литературой, танцами невозможно. Надо было делать выбор. Почувствовав сильную тягу к литературе, Лариса в 15-летнем возрасте стала посещать литературную студию под названием «Молодая Чураевка». Студия к тому времени добилась известности и популярности среди культурных слоев города, став центром для выявления талантов и объединила творческих людей Харбина. Организована Чураевка была в Харбине в середине 1920-х годов. Организатором литературной студии являлся поэт и композитор Алексей Ачиир. Его ближайшими коллегами были молодые поэты Щеголев, Николай Светлов, с секретарем был Владимир Слободчиков. Членами студии были также Ражев, Байков, Алымов, Щербаков, Перелешин, Гранин, Сергин, Петерец, Лопекен, Лариса Андерсон и другие. Многие члены литературной студии стали в дальнейшем редакторами журналов, газет, составителями книг и организаторами новых изданий. Члены литературной студии «Молодая Чураевка» Николай Ражев и Николай Байков в Австралии, в городе Брисбане, занялись издательской деятельностью и писательской деятельностью. На многие годы молодая Чураевка стала центром проведения творческих вечеров в Харбине и издала собственную газету под названием «Чураевка». Это была единственная литературная студия зарубежья с собственным печатным изданием. Такого не было даже в европейском, русском зарубежье. Свои произведения студийцы печатали в «Чураевке», а также в Харбинской периодике «Рубеж», «Русский голос», «Рупор», «Заря». В литературной студии «Молодая Чураевка» Лариса Андерсон впервые читала свои стихи и опубликовала свое первое стихотворение под названием «Яблони цветут». Своё имя поэтесса просила писать с двумя буквами «С». Надо быть всегда и всем довольной. Месяц, парус, небо, звёздный пруд. И никто не знает, как мне больно от того, что яблони цветут. Или ещё такое стихотворение Ларисы Андерсон. «Где-то там, на этом свете, Ты живёшь не для меня, И растут не наши дети, Не у нашего огня. Но неведомая сила Не развязывает нас. Я тебя не отпустила Ни навеки, ни на час. Лишь уж снёшь, Тебе приснится Тёмный сад И звёздный пруд. И опять мои ресницы Осенят И уведут. Ускользнёт Среди растений Зашуршавшая ладья Тишину, Где дышат тени, В глубину, Где ты И я. С приходом Японцев В середине 30-х годов Харбин потерял Значение Эмигрантской столице. Культурная элита, Общественные деятели, Учёные, Литераторы, Журналисты Стали уезжать В Шанхай. Туда же уехала И Лариса, А также уехали Все Чураевцы. В Шанхае В 1940 году Лариса издала Свой первый И единственный Поэтический Сборник По земным Лугам. В Шанхае Судьба подарила Ларисе встречу С Александром Вертинским, Которого русские Харбина называли Душой Русской Миграции. Десять лет Александр Вертинский Прожил в Китае Его музой Стала Юная Лариса Андерсон. Лариса Андерсон Писала Осень Шуршит По чужим Садам Зябнет У чьих-то Ржавых Заборов Только Одна В пустоте Простора Ёжится Кутаясь В дым Звезда Только Одна В пустоте Простора Может быть Будет Когда-нибудь Рай Будут Другие В раю Вечера Птицы Цветы Но Нескоро Нескоро Может быть Будет Когда-нибудь Рай Вот А теперь Копошась Саду Темень Свивает Вороньи Гнезда Небо Потерлось И там И тут Лезут Прорехи На холод Звезды Вдруг Появился Внезапный Свет Взялся В мире Где Света Нет Окна Уставились Желтым Взором Вздрогнув Попятилась Тьма К забору И завегла За большим Кустом Счастье То Спряталась В дом Украдкой Ишь Переполненным Счастьем Дом Ставни Тугие Зажмурил Сладко В доме Наверное Пылает Печь Кресло Такое Что Можно Лечь Очень Радушное В доме Кресло Счастье С ногами В него Залезло Счастье В мохнатом Большом Халате Там Добрая Мама И белая Скатерть И чай С молоком На это Стихотворение Вертинский В дальнейшем Создал Свою Песню Лариса Также писала Я Влюбленных Ронял Тихий вечер В печальном Крепе Подошел И меня Обнял И заплакал А я Стояла На могиле Цветок Белел Я уже Навсегда Узнала Что случается На земле И никто Не сказал Ни слова Но я знала Порвалась Нить А потом Я осталась Снова Улыбаться И петь И жить Лариса писала Много стихов Вот еще одно Из ее поэзии Нам пили птицы Мы Не слушали В нам рвался ветер Не проник Теперь Засушенными Душами Мы Ищем Высохший Родник Хлопочем Рыщем Спотыкаемся А нажить Грузом На плечах Шутя Грешим Небрежно Каемся И утопаем В мелочах Еще Манит Земля Весенняя Зовет Кукушка За рекой Но нам Дороже Воскресенье Наш Озабоченный Покой В Шанхае В 1943 Году Бывшие Харбинцы Чураевцы Организовали Кружок Под названием Пятница И издали Более Сорока Авторских Книг Лариса Лариса Мечтала Стать Балериной Первоначальную Танцевальную Подготовку Она получила Еще в Харбине Будучи Совсем Юной У бывшей Балерины Императорского Театра Лидии Карловны Дроздовой Родители Ларисы Не одобряли Занятия Дочери Танцами Считая Что их Единственная Дочь Должна Сделать Хорошую Карьеру А быть Танцовщицей Это Недостойно Хорошей Девушки Лучшие Песни Мои Не спеты Лучшие Песни Мои Со мной Может быть Тихою Ночью Это Бродит И плачет Во мне Весной Месяц Застыл На востревшие Уши Слушает Сонную Тишь Земли Если бы Кто-нибудь Умог Подслушать Боль И безысходных Моих Молитв Сладким Безумным Предсмертным Ядом Яблони Майскую Ночь Поят Знаю я Всем нам Цветущим Надо Прятать Груди Этот Нежный Яд Занятие Литературой Доходов Не приносило Надо было Помогать Тяжело Заболевшей Маме Выкупать Лекарства Однажды Ей Предложили Заменить Заболевшую Танцовщицу В ансамбле Аперетты С этого дня У Ларисы Началась Новая Жизнь Начались Репетиции Концерты Гастроли Театральные Костюмы Моделировала И шила Сама Несмотря на то Что Лариса Могла теперь Помогать Родителям Они Так И не смирились С тем Что их дочь Танцует На сцене После окончания Второй мировой войны В Китае К власти Пришли коммунисты Во главе С Мао Цзэдуном Начался Массовый Исход Русских Из Китая Русские Белые Мигранты Опасаясь Репрессий Стали Разъезжаться По разным Странам В том числе И в СССР Закрылись Печатные Здания Поэты Разъезжались По миру Навсегда Оставляя Китай Отцу Ларисы Николаю Михайловичу Удалось Ехать в Канаду По фиктивному Паспорту Мать Ларисы Евгения Иосифовна Умерла Перед самой Войной И была Похоронена В Харбине Уезжали Коллеги Ларисы По поэтической Студии И танцам Лариса Получила приглашение Выехать В Бразилию Но на каждом Интервью Китайские Власти Ей Учиняли Унизительные Допросы И без Объявлений Причин Отказывали В выезде Ранее Уважительный Китай На глазах Меняла Краску В цвет Красный И Оставаться В этой Стране Было Все опаснее Лариса Уже Потеряла Всякие Надежды На Выезд Друзья Поэты Разъехались Многие Друзья Танцевальные Труппы Уехали Она продолжала танцевать Сольно В один Из вечеров Ларису Пригласили Танцевать Вилютный Французский Клуб После Концерта Состоялся Банкет Во время Которого К очаровательной Танцовщице Подошел Элегантный Француз Сотрудник Дирекции Одной Из Судоходной Компании Звали его Морис Шес Это была Любовь С первого Взгляда Которую Они Пронесли Через Всю Жизнь В 1956 Году Лариса Андерсон И Морис Шес Поженились После свадьбы Они уехали На Таити Где прожили Много Лет По роду Сложбы Мужа Который Продолжал Работать Пароходной Компании Ларисе Довелось Пожить Также В Индии Африке Во Вьетнаме Последней Страной Ее жизни Была Франция Где бы ни Жила Поэтесса Она Всегда Писала Я думала Россия Это Книжки Все То Что мы Учили Наизусть А также Борщ Блины Пирог Ковришки И тихих Песен Ласковая Грусть И купола И темные Иконы И светлой Пасхи Колокольный Звон И эти Потускневшие Погоны Что мой Отец Припрятал У икон Все Дальше В быль В туман Со Стариками Под стук Часов И Траурных Колес Россия Вздох Россия В горле Камень Россия Горечь Безутешных Слез После выхода Мужа На заслуженный Отдых В 1971 Году Лариса И Морис Поселились Во Франции В семейном Имении Мориса Шес Висанджа Супруг Морис Шес Отошел К Господу В 1988 Году Отец Ларис Николай Михайлович Андерсон В конце Жизни Тоже Переехал Из Канады Во Францию И Там Он Нашел Свой Покой Висанджа Висанджа Поэтесса Прожила Более Сорока Лет До Самой Кончины 29 Марта 2012 Года У госпиталя Старинного Французского Города Лепи Верхняя Луара На 102 Году Жизни Лариса Андерсон Отошла К Господу Муж Ларисы Ее Отец И она Сама Похоронена В семейном Склепе Семьи Шес Это 600 Километров От Парижа Лариса Николаевна Андерсон Одна Из Самых Ярких Поэтесс Русского Зарубежья Поэтических Кругах Называют Ее Последний Лепесток Восточной Ветви Русской Эмиграции Изучая Творчество Ларисы Андерсон Мне очень Хотелось Познакомиться С человеком Который Последние Дни Жизни Был Рядом С Ларисой Андерсон И имел Возможность Работать С архивами Легендарной Танцующей Поэтессы Я знала Что таким Человеком Является Тамара Калиберова Проживающая В Владивостоке Которая Начиная С 1998 Года Приезжала Во Францию В городок Иссанджа И помогала Поэтессе Разбирать Архивы Тамара Калиберова Является Хранительницей Коллекции Нарядов Ларисы Андерсон В 2016 В 2016 Году Во время Международной Научной Конференции Владивосток Точка Возвращения Которую Организовал Дальневосточный Федеральный Университет Во Владивостоке Я лично Познакомилась Тамарой Калиберовой До этого У нас было Только Виртуальное Знакомство С Александром Вертинским После его Отъезда Из Китая В Советский Союз Лариса Больше Не виделась Уже Проживая Во Франции В возрасте За 90 лет Она однажды Сказала Я только Сейчас Поняла С каким Удивительным Человеком Свела Меня В свое Время Судьба В личном Архиве Ларисы Сохранились Письма И одно Письмо Было Сохранено К ней От Вертинского Вертинский Писал Мой дорогой Друг Я хочу Поблагодарить Вас За Ваши Прекрасные Стихи Они доставили Мне совершенно Исключительное Наслаждение Я пью Их Медленными Глотками Как драгоценное Вино В них Бродит Ваша Нежная И терпкая Печаль Как говорят Французы Жаль только Что их Так мало Впрочем Вы Вообще Не Расточительны В словах Образах Красках Вы Скупы Это Большое Достоинство Поэта Евгений Евтушенко Был Так же Очарован Ларисой Андерсон Он Нес Ее Имя В список Поэтов 20 века В архиве Ларисы Андерсон Есть одно Короткое Письмо От Евтушенко И одно Из его Стихотворений Которое Было Написано От руки Для Ларисы Он Так же Прислал Ей Сборник Своих Стихов Тамара Калиберова Вспоминает Что Однажды Из Франции Они Вместе С Ларисой Позвонили Евтушенко В Москву И Лариса И Евтушенко Долго Долго Беседовали Вспоминали О таинственном Знакомстве В мае 2009 года В Храбине Собирались Русские люди С разных Стран Мира Лариса Николаевна Исполнилось В то время 98 лет И она Не смогла Из Франции Прилететь В Китай Но Ее Сценическое Платье Которым Она Танцевала На Храбинской Сцене Прибыло На эту Знаменательную Встречу Об этом Мне рассказывали Брисбанские Храбинцы Которые Присутствовали На встрече Храбине В 2009 Году Последние Годы Своей жизни Лариса Писала Я Кажется Носом Клюю Над альбомом Своих Фотографий А так Берегла Куда Ж Их Девать Разослать По знакомым Пусть Вспомнит Такая Жила Да была И будут Валяться Застывшие Миги Пока Молодые Не вычистят Дом Чтоб Новые Вещи И новые Книги И новые Фото Расставить Кругом Знакомая Мамы А Около Папа А шляпка Час Когда Замирает Земное Согретая Лона Извенит Тишина И Проходит Вечерний Христос Усыпляет Ягнят Постилает Покровы По склонам Разливает Степи Благовонная Мира Берез И Возносит Луну Как Икону В 2017 И В 2018 Годах Я была В Харьбине На международных Научных Конференциях Во время Которых Мы Проживали В отеле Модерн Дух Русской Поэтессы Ларисы Андерсон В отеле Модерн Еще Жив До Сегодняшнего Дня Ее Память Чтят Файе В отеле Рядом С другими Русскими Знаменитостями Висят Портреты Поэтессы Ларисы Андерсон Китайцы Гордятся Тем Что В их Городе Жила Русская Поэтесса Лариса Андерсон И черпала Вдохновение В Китае В России В городе Хабаровске Где родилась Лариса В музее Открыта Постоянная Экспозиция Посвященная Жизни И творчеству Поэтессе Русского Зарубежья Ларисе Андерсен Сегодня я Познакомила Вас С поэтессой Ларисой Андерсен С ее Поэзией И Конечно же Хотелось бы Чтобы Имена людей Которые Жили Или живут Сегодня В силу Обстоятельств В силу Каких-то других Жизненных Ситуаций Которые Живут За рубежом Но В сердцах Их Навсегда Остается Родина Поэты Которые Пишут О Родине Так же Как Лариса Писала И о любви И о жизни И о России Чтобы Никогда Не забывались Эти имена И Наверное Есть Наша Миссия В этом Чтобы Мы Хранили Собирали По крупицам Передавали Из уст Уста Чтобы Творчество Наше И творчество Тех людей Которые Жили До нас Оно Все-таки Дошло До следующих Поколений Спасибо вам За ваше Внимание И Желаю вам Всего Самого Доброго Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры